И здесь он такое творит, ну вот просто, вот посмотрите, что он делает, драбка, драбка такая, вот, ай, и кусает еще даже, вот, вот, ой, ты хорошек, ой, ой, ну хорошек, ну хорошек, ну все, все, прекращай уже, прекращай баллон, я ушла, пока, пока, Супи, пока, ну пока, ну пока, чудо ты, малая, Ой, чудовище, Лида, прекрасного, да, это маленький гремлин, точно, Катя, это гремля, гремлин маленький, хорошек, пока, пока, гремлин, пока, все, здоровеньки были, всех доброго дня, Всем доброго времени суток, самому, самому шикарному сообществу, физкульт, привет, мои хорошие, я приветствую всех вас на своем YouTube канале, добро пожаловать, будем с вами общаться, я сегодня на балкончике присела, кстати, в Измите начинается зима, похолодание, в Измите зима, это январь, средина января, ну так, зимненько, уже прохладно, Я, правда, одета уже в спорте, более-менее тепло для балкона, вот, да, сейчас буду гоу, с вами пообщаюсь, и стендап, стендстрейк, и гоу, Танечка, гоу, поэтому всех приглашаю с собой, Но сейчас будем общаться с вами, заварите кофе, возьмите чашечку кофе, и будем общаться с вами, я хочу сегодня остановиться на комментариях, люди будут тарахтеть по возможности, так, побыстрее, потому что королевства мало, разгуляться негде, я хочу показать еще немножко видео, возможно, у меня получится, да, по времени, улочки Турции, или какой-то быт Турции, ну, интересно же, для общего развития, правда, кто-то не был в Турции, да, кто-то был только в отеле, Мне каждый день, вот, каждое видео пишет Алиночка, Алиночка меня спросила, Таня, по возможности, так аккуратно спросила, если можно, расскажите о питании своей дочери, вы знаете, дети такие, очень не любят афишироваться где-то, да, моих, во всяком случае, Ютуб не воспринимают вообще, смеются, Ютуб это самодеятельность, вот, все артисты, говорят, комнатные сейчас, ну, правильно, так и есть, так и есть, я раньше читала где-то, да, раньше была Трандечиха, а сейчас известная блогерша, Ну, это точно, правда, для Хохме, раньше была Трандечиха, а сейчас известная блогерша, так вот, тарелки свои, они не любят показывать, фиксировать это на камеру, боже упаси, чтобы голос где-то не прозвучал, чтобы я руку случайно не показал, если я прошу Катя, покажи, как ты это готовишь, нет, она не любит этим заниматься, нет, у них своя жизнь, но, немножко расскажу о питании моего ребенка, немножко расскажу, Ну, сейчас давайте подойдем к комментариям, беру ноутбук, это будет удобней, вот, так, комментарий, у нас замечательные комментарии, мои хорошие, у нас такие классные комментарии, вот, написала Валя, я так понимаю, Валя писала первый раз, так, Танюша, мне 56 лет, вес 109 килограмм, нормально, у меня 57 лет, климакс, климакс, у меня поздний климакс, я начала худеть, 56 лет, и вот перед вами 47 килограмм, легко, с удовольствием всегда, худела, никогда не было зажоров и свыла, все нормально, нету щитовидной железы, и я живу на гормонах, от гормонов не шарахайтесь, это единственные гормоны, гормоны щитовидной железы, которые улучшают обмен веществ, кто начинает принимать дозу гормона правильно, тот только худеет, эти гормоны не повышают вес, запомните это, вес повышается в том случае, если гормон подобран неправильно, мало принимаете, ну так, дальше читаем, походу отвлекаюсь, да, 109 килограмм, хочу похудеть, начала ходить с палками, технику хода я знаю, в прошлом лыжница, ух ты, так я представляю, какая дыхалка у вас, лыжница, это ж взмах руки, да, хожу превозмогая боль, у меня гонартроз коленного сустава, ну это профессиональная такая, да, нагрузочка, хожу по одному километру сейчас, можно ли кушать в ограниченном количестве орехи, мясо, разрешено, спрашивает Варя, значит так, артроз, артрозы не только у возрастных людей, даже у ребят, которые занимаются спортом, 16-17 лет артрозы, от нагрузки физической, так, орехи, обязательно мы орехи едим, обязательно, но количество ограничено, вы правильно написали, это жиры, напоминаю, белок это не орехи, орехи это жир, мясо разрешено, мясо обязательно, как мы без мяса можем жить, мы же с вами не цветочки, правда, мы с вами лепарды, ну как это, мы же не флора, мы фауна, мы должны есть себе подобных, мясо, мясо это работа нашего сердца, это миокард, это мышцы, мышцы, мясо это мышцы, а мышцы, это работа сердца, не нужно сердце тренировать, нужно тренировать мышцы, но их нужно иметь, должно быть питание, мясо, мышцы это не кашка, овсяночка, это мясо, это хороший белок животного происхождения, молочный белок, ну то есть, Мясо мы едим. Мясо конкретно, это еще животный белок, это еще ферменты поджелудочной железы. А это ваше ЖКТ, то есть мясо обязательно есть. Не переедать, да, а мы не переедаем. Мы же не едим по 500 грамм. 200 грамм приблизительно, плюс-минус, 150-200 грамм. Да, я не каждый день, я не мясная. Мне не вкусно на второй день мясо, и на третий тоже. Я себе другое что-то найду, но мясо едим, орехи тоже. Так, хорошо, Валя, спасибо, что написали. Гуляйте с нами, Валечка, и все будет у вас дуже добре. Так, Леночка написала. Так, Лена выборочно, я сама по себе лентяйка. Но тебя обожаю. Ой, какая прелесть. Поэтому лениво перешла на бутики. Лениво. Потом легко на второе овощное блюдо с белком, то есть овощи и белок, мясо или рыба. И пошел, пошел этот вес дурацкий вниз, вот так. Гуляй в темпе, котельками давала. Ура, пока минус 3 килограмма за неделю, но это же результат, пусть маленький, но это победа. Леночка, ты не задавайся, не балуйся. 3 килограмма за неделю, люди, вы слышите, маленький результат, да? 3 килограмма, ну пусть у тебя ушло 300-500 грамм жира, больше не ушло, нет, нет. Ну, водичка ушла, слилась водичка, отечность ушла. Классно, классно. Тут побегла немножко, прыгла на весы после тренировки. Там минус килограмм или полтора килограмма, такое тоже может быть, если хорошо позанимались, да? У меня так часто очень. И то радуюсь, думаю, ух, как классно, ничего себе. Ну, хотя мне худеть не надо, люди, это я так балуюсь. С приколами, это я балуюсь. Я худеть не хочу, нет, нет, нет. По статуре, в принципе, да, но по из лица уже не надо худеть, нет. Так, хороший комментарий, Лена, молодец, работай дальше. И пиши нам, пиши, пиши. Люди, кто нам написал? Написала нам Евгения Буанку. Евгения Буанка написала, слушайте дальше. Слушайте сюда, как говорят у нас в Одессе. Так, Татьяна, спасибо за прекрасное очередное видео. И вообще, в новогоднюю ночь, и после новогодней ночи, утром поняла, как же хорошо и правильно я питаюсь. Все наелись углеводами и хотят спать. Утром никакие. Точно, точно. Я тоже, если где-то наемся, под вечер чего-то сладенького, я утром никакая. Первый признак, что мне будет плохо в течение дня, я не хочу кофе. Все, я хочу, чтобы был вечер, я хочу переспать это время, я неработоспособна. День прошел на смарку, я не сделаю того, чего я хотела. Я просто труп ходячий. Я лезвие ножа, не подходите ко мне, я злая. Поэтому я очень довольна собой, когда говорю, когда мне тело говорит, может возьмешь орохотлуком бы, Таня? А я так сразу ляжу же, крачки, Таня, ничего не берешь, лыжи. Да, вспомню утром, как может быть. Я подтверждаю. Так, дальше идем. Ага. Хотя я любитель сладкого выпечки, я ж по выпечке, боже. Я не так по шоколадкам, как я по булочкам, пундекам, тортикам, пирожкам. Кексикам мои нет. Меня это спасает здесь тоже. Мои хорошие, тоже спасает. И за это спасибо вам. Сегодня нашла, наконец, сало в Африке. В Африке. Так вот, Евгения Буанку из Африки, помните, она нам уже писала неоднократно. Я нашла, наконец, сало в Африке. Теперь жарить буду на сале. Вот так. И вес, конечно, падает уже. И вес, конечно, падает уже. Минус 10 килограмм 600 грамм. Ес. Благодарю вас, люди. Я на правильном пути тоже. Моя миссия выполняется. Человек, который живет в Африке, похудел, постранел. Оздоровился, да. На 10 килограмм 600 грамм похудел человек. Человек живет в Африке. Но благодаря моим советам вот такой результат. Все. Спасибо Господу Богу. Я на правильном пути. Классно. Кто-то писал мне, ну вот нужно, чтобы было хобби. Хобби? Какое хобби? Вязать носки? Вот мое хобби. Помогать людям. Вот это вот такое классное хобби. А ну, порадуйтесь, кто имеет такое хобби. И у кого такие результаты с хобби. Вот это у меня хобби. Так. Написала Юлиана Марс. Читаю. Мне кажется, Юлиана живет в Японии. Уже писала. Кажется, да. Юлиана, а ну напишите. Да, в Японии живете. Год не ела белый рис. Первого числа граммов 120 съела. В 16.30 самими. Ну, это что-то такое японское. Я же не знаю. Вы нас просвещаете. Меня конкретно. Я хочу развиваться. Пишите. Я же этого никогда не узнаю. Вот. И Евгения Буанко. Тоже пишите о Африке. Напишите, как там люди едят. Как начинают утро. Люди, пишите. Это же интересно. Мы развиваемся так. Так. И вот Юлиана пишет. Значит так. Съела в 16.30 самими. До 22 сахар долго снижался. Скачок сахара был. Сейчас даже боюсь притрагиваться к горячему белому рису. Глюкоза 100%. Глюкемический индекс глюкозы 100%. Не дай бог европейцу с ожирением есть японику. Вот точно в Японии живет. В ней крахмала под завязку. Спасибо за рекомендации, Татьяна. Все в наших руках. Даже если сахар не переступает через щиту, через час после еды, 8,8. Все равно страшно, что вся эта красота уйдет в жир. Инсулин от таких цифр скачет со страшной силой. Но инсулин это жир не только гормон аппетита. Инсулин это жирозапасающий гормон. Очень хочу похудеть, но пока 86500. Я с вами, девочки, буду стараться. Отлично. Молодец. Молодец, Ульяна, что с нами. Все. Вы на тропе похудения. Вы на тропе жизни. Все в наших руках. Главное, ручки не опускаем. Хороший комментарий. Девчата, пущите. Так. Наташа Кущ. Так. Выборочно, Наташа. Слушаю ваши видео каждый день. И прислушаюсь к вам по поводу физнагрузки. Так. Ходьбы на улице. Хожу в тренажерный зал. Очень так, конечно, душно там. Люди, не балуйтесь. Я занимался спортом. Когда-то вот такие залы, фитнес-залы, назывались спортзалы. Оно вам надо? Вы что, на улице не можете быстро походить? Зарядочку сделали такую усиленную. Не просто помахали бля-бля-бля. Так, усиленно. Дыхание у вас хорошее. На чистом кислороде. Жиры сжигаются на чистом кислороде. Там же химия такая проходит. А чем вы дышите? Углекислым газом, испарением. Смотрите на потные тела, на потные трусы, на потные майки. Оно вам надо. А на улице общайтесь с природой. А? У вас не будет гипоксии на чистом воздухе. То есть, кровь будет хороша, хорошо работать. Хорошая кровь будет заполнена кислородом. Так. Я заметила. Так. Решила на улице ходить по 5 километров. Что заметила? Тоже прихожу вспотевшая. А, вспотевшая. Помните фильм «Свадьба морецкая»? Машите, машите. Мне жарко, кавалер. И я... Вы вспотели? Вы вспотели, кавалер. И да-да-да, помню. Она... Фу, как вы вульгарны. Так и вы точно. Вспотела. Я прихожу мокрое. У меня трусы мокрые. У меня мои каприки серого цвета, мокрые на попе. Полностью попа. Вроде бы я сидела в луже. Не то, что я вспотела. Я мокрое прихожу. Я снимаю трусы, плакки. Я не могу снять их. Я такая мокрое прихожу. Так, дальше. Так это же воздух. Как приятно на улице, пишет НАТО. Так классно. И еще бесплатно. Подяка вам, Таня. Подяка вам, Таня. Дякую. Классно. Подяка вам. Супер просто. Люди, не ведитесь на выноскудение. Людям нужно зарабатывать деньги. Маны-маны. Фитнес-клубы. Вы что хотите? С гантельками поработать? Сейчас есть в парках тренажеры спортивные. Ну, позанимайтесь там, если хотите. Я не люблю на тренажерах. Говорю сразу. Мне самое главное, быстрая ходьба. Для меня самое главное, упражнения на чистом кислороде. Я знаю, какие выполнять упражнения, которые меня развивают. Каждую часть моего тела. Чтобы ушел живот, нужно ходить. Ходить. Много ходить. Взмахи руками для живота. Должны работать крупные части мышцы, мышцы тела. Дальше. Так, так что худеем на чистом кислороде. Так, пишет комментарий Людмила. Так, все ваши советы просто супер. И главное, все проверено на себе. Работает 100%. Результат минус 33 килограмма. Ух ты. Уже 7 месяцев на удержании веса. Для себя выработала правило. Так. 7 месяцев на удержании веса. У человека нету срывов. А почему они должны быть? Срывы и зажоры только тогда, когда не хватает витамин и минералов, микро и макронутриентов. Вы урезаете калории, считаете, ну такой педант. Не балуйтесь. Нормально едите. Вот посмотрите дальше результат. Значит, выработала правило. Завтрак белковый. Это закон жизни. Завтрак только должен быть белковый. Кстати, у кого инсулинорезистентность, только белковый завтрак. Обед. Бульон или овощной суп на бульоне, то есть навар. Вы понимаете, как умный человек подходит? Бульон. Умница просто. У вас будет хорошая работа ЖКТ. У вас будет прекрасная выстилка желудка и 12-перстной кишки. К вам не прицепится холикобактер. А если и прицепится, то не та самая плохая форма. Холикобактер есть разный. Лечат по-одинаковому. Неправильно это все. У вас не будет гастритика. У вас не будет, ну короче, каких-то эрозий, плохого чего-то. У вас есть выстилка. Вы едите навары. Бульонный. Это очень правильно. Ну я уже так про между прочим. Кусочек мяса. В любом исполнении. Ух ты. Мои даже выражения. В любом исполнении. Кстати, мне люди пишут, Аня, многие блогеры уже используют твои выражения. И он же Гоша, он же Гога. Но очень многие. Да, я это знаю. Знаете, как сказал Николай Михайлович Амосов, когда у него спросили. Николай Михайлович, а что остается делать с слабым личностям? У Амосова спрашивают. Амосов, ну я сейчас немножко скопирую Амосова. Амосов говорит, слабым-то нужно работать и подражать великим. Ну так вот, нам уже и подражают. Это же как классно, правда? И знаем кто даже. Дальше. Так. Фрукты есть человек после обеда. Правильно, после основного приема пищи нужно есть, можно есть фрукты. Отлично просто. Вот. Так, дальше. Ужин. Творог и кисломолочка. Натуральные. И овощной салат, то есть грубая клетчатка. Отлично. Моторика кишечника. Творог насыщает на очень долго. Да, кисломолочные продукты. Это борьба против брожения, гниения. Брожение и гниение провоцируют что? Ранее старение организма. Супер просто. Вот поэтому человек 7 месяцев на удержание веса и минус 33 килограмма. Вот это факты. Вот это комментарии. Тут развилось такое целое древо. Очень много людей написала Людмиле. Люда, вы боец. Вы мотиватор. Отличный комментарий. Так. Нужно мне его сохранить. Ваш комментарий обязательно сохраняю. Так. И вот написала комментарий Ирочка. Ирочка, помните, Ира мне пишет, помните, вы мне посоветовали, как вылечить воспаление мениска? Так вот, я вылечила колено. Какое-то счастье. Низко вам планируется. Так. Это прекрасно. У меня тоже нарушение латеральной связки и нарушение латерального мениска. Я делала КТ. Я знаю, что нужно изначально не лопухи прикладывать с медом и не капусту с медом. А нужно снять воспалительный процесс. А потом можно даже помогать себе упражнениями, которые очень хорошо при артрозе, при мениске, заболевании. Да? Поняли? Да? Да? Поэтому спасибо, что написали. Вы даже посоветовали рецепт, как вылечить мениска. Ну, правильно. Мы для этого здесь люди добрые собрались, чтобы людям, чтобы помогать друг другу. Да? Это классно. И вот написала еще... Я хочу сейчас найти один комментарий. А комментарий, секундочку. Сейчас найду. Люди, я прошу прощения. Так что я же хочу успеть. Но королевства мало. Разгуляться не где. Нашла комментарий, написала Зоя. Зоя написала под старым видео. В этом видео, это видео еще с Киева. Значит, был комментарий, кажется, галочка писала. Ее обидели, она похудела, людям не понравилось. И вот люди начали высказывать свое мнение. А тебе вот так, а тебе вот так. И человек спрашивал, что делать, да? Ну, делился, как бы делился, да? И вот, что пишет Зоя. Здравствуйте, Таня. Полностью с вами согласна по поводу коллег хамов. Я на днях, прямо накануне Нового года узнала, с каким хамством. Мои две коллеги за моей спиной, за моей спиной меня осуждали. Сами ужас. Их нужно видеть. Я не стала молчать. Я высказала. Вы правильно сделали. Было публичное оскорбление. Несколько человек, да? Публичное оскорбление. Нужно только отвечать. Вы правильно сделали. Сейчас о себе потом напомню еще. У меня тоже такое было. Приблизительно. Публичное оскорбление – это мера унижения в присутствии других. К публичному оскорблению прибегают тогда, когда уверены, что вы не сможете им дать отпор, ответить. Они уверены в своей безнаказанности. Вот к такому унижению прибегают в ютубчике. Что-то, да кто-то надрочит. Да? Человек уверен. Я останусь не наказана. Все отлично. Никто меня не накажет. Никто мне не напишет. Я сейчас вообще заблокирую этого блогера. Вот к этому прибегают и в ютубчике. В глаза мне этот человек на улице, да? Вот так глаза. Метр от меня в жизни не скажет. Он задрожит передо мной. Вин попырхнется слюною, прежде чем открыть рот. И что-то мне плохое высказать. То есть этого никогда не будет в глаза мне. Это публичное оскорбление. Вы правильно сделали, что вы людям ответили. Оскорбитель пытается поднять себя на пьедестал, опустив вас ниже плинтуса. Ну то есть поднять себе таким способом самооценку, опустив вас. Кстати, к такому способу поднятию самооценки прибегают люди закомплексованные. Вы правильно сделали. Они устроили какое-то зрелище, да? Нужно превратить обязательно вот это зрелище в балаган. В шуточную, словесную дуэль. Обязательно нужно отвечать, не молчать. А теперь внимательно послушайте. Самую большую зависть вызывают не ваши доходы. Самую большую зависть вызывают не ваши деньги. Самую большую зависть вызывает не ваша карьера, нет, а ваше самосовершенство. Ваш личностный рост вызывает самую большую зависть. Люди не могут это перенести, пережить ваше самосовершенство. И способ ответить достойно вот таким людям, это тоже демонстрация вашего самосовершенства. Отвечайте достойно. Всегда отвечайте, присаживайте этих умников. У меня было такое один раз. Иду на работу. Бухи, парфюм, сумка, одежда. Ну, а я такая вся, Дольче Габбана, я такая вся, на сердце рано. Помните, да? Так вот, иду вся в Дольче Габбан. Стоит коллега, курит. На расстоянии идут люди, толпа на работу, да. И она мне кричит, не доброе утро, не привет, а она курит. Слушай, ты не хочешь себе сделать банановую маску? И я, знаете, сразу думаю, ничего себе. Я не виновата, Валя. Я ж за словом в карманчик не полезу, нет. Я не противная. Я только взаимная. Ты попала, Валечка. Я подхожу и говорю, Валечка, я что-то не вижу результата банановой маски у тебя на лице. А мешки под глазами какие у тебя? А Джигурда, кстати, откачал этот жир. И моя знакомая это сделала, откачала мешки под глазами. Убери их. 150 долларов. Даже дам наводку, куда обратиться нужно. Вот так. Все нормально, все отлично. В шуточной форме. Домой едем вечером, общаемся. Ничего не бывало, как ничего не бывало. Все отлично. То есть отпор нужно обязательно давать. Мои хорошие, радуйте людей. Вот. Зоечка порадовала людей. Что творится, да? Порадовала чем? Своим самосовершенством. Своим личностным ростом. Люди просто бесятся. Они не могут это пережить. Что творится по-за углам, а? Вы видите, что творится по-за углам? Радуйте всех. Всех своих подруг. Радуйте и радуйте сами. У меня вторая чашка кофе с молоком. Сейчас одеваю обувь, куртку и гоу быстро на пробежку. Мои хорошие, я вчера похвасталась розовой чашечкой. Купила вторую чашку. Кстати, пишет мне Галочка, кемлянка. Очень понравилась чашка. И эта чашка в этом цвете очень бы подошла к какао. Я так понимаю, что Галочка пьет, наверное, какао. Моя хорошая Калюнечка, дай Бог, я приеду в Киев. Мы с тобой обязательно встретимся на склонах Днепра. И я тебе подарю турецкую чашечку в розовом цвете для твоего какао. Так будет. Аминь. Мои хорошие, как всегда, благодарна всем вам за просмотры моих видео. Как всегда, благодарна всем вам за общение, за комментарии и, конечно, за лайки. Всем желаю Божьей помощи. Каждому желаю ангела-хранителя. Любите себя. Дальше будет.